Работать в СМИ одно удовольствие. Находишь интересную новость, рассказываешь ее вам. Но в нашем случае мы можем позволить себе чуточку больше. Помимо обычных новостей, мы рассказываем и самые дикие. Рубрика «Дичь дня». Слово Роману Корнееву. Дичь дня. Итак, это рубрика «Дичь дня». Новости, которые, черт побери, нужно записывать в блокнотик, чтобы потом пересказывать детям. Дескать, вот в какое время мы жили. Первый заголовок. «Житель Уржумского района по пути из тюрьмы домой ограбил две квартиры». Ну, во-первых, вот что значит «соскучились руки по любимому делу». Ну и во-вторых, из двух квартир он украл фотоаппарат и комплект одежды. И тут все становится ясно. Он просто хотел поменять фотографию на личном деле. Новости Слободского. В Слободском дорожные ямы засыпали навозом. По сути, это иллюстрация отношения власти к кировским дорогам. Ну, то есть, мы на них. И, наконец, новости от Почты России. Письмо из Кировской области шло до адресата 25 лет. Кировчанка, ну, тут подробности письма. Кировчанка в письме пишет адресату о жизни своего мужа, который умер больше года назад, сына, который умер несколько лет назад, и интересовалась, как дела у супруга-адресата, который умер два года назад. Почта России. Письмо должно быть долгожданным. Это была Дичь дня. Какие новости в Кирове, такая и рубрика. Дичь дня.